Дорогие друзья! Дорогие ремонтируются. Еда для кошек во дворе. Заботливые любители животных тут же. Кашу варю, молоко, сардельки, сосиски режу. Все, 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 что есть. А эти косые огурцы не дадим? Внимание! Кошка на дереве. Внимание! Новая миссия для агентов 5.5.0. Внимание! Поможем животным. По статистике в России 50 миллионов бездомных животных. А вот людей, которые им помогают, значительно меньше. В Чувашии работает общественная организация «Усатые полосатые». Ее сотрудники лечат бродяжек, ищут им хозяев. Забрать кошку домой можно, к примеру, из Кота-кафе или с выставок, которые по выходным проходят в торговых центрах. Кроме того, в Сибоксарах работает единственный в Чувашии пункт передержки бездомных собак права на жизнь. Наталья, подскажите, куда обращаться, если ты увидел на улице бездомную собаку? В первую очередь, конечно, мы сейчас все продвинутые люди. У нас есть смартфоны, у нас есть телефоны. Сделать удачную фотографию, быстренько раскидать в интернете на всевозможные сайты. А потеряшки? Может быть, хозяин как раз данную собаку разыскивает. Но если вы понимаете, что данная собака не имеет хозяина, она действительно безнадзорная, и она нуждается в помощи и защите и от вас, и для себя, то нужно позвонить в МБУ ЖКХ благоустройства города. Сделать заказ-наряд на отлов данной собаки, чтобы она попала к нам сюда, в пункт передержки. Щенков удается пристроить быстро. Люди любят маленьких и миленьких. А забрать домой взрослую собаку решаются немногие. Сейчас в пункте передержки 400 жителей. Причем многие из них были домашними собаками, но их выбросили на улицу. Обида на людей осталась. А вы сами забрали себе отсюда собаку? Ой, вы знаете, что самое интересное, наверное, все работники, которые хотя бы прошли какой-то путь здесь, все имеют по нашей пунктовской собаке. У меня точно так же в прошлом году, с июля месяца, живет Ричи. У наших работника Оли. Точно так же, проработав здесь буквально, наверное, недели две-три, она тоже решила подарить любовь и ласку самой, наверное, такой трусливой собаке нашего пункта, Пульке. Точно так же у нас работал Анатолий. Точно так же он смотрел и видел вертушку, которая прямо-то улыбалась вся и счастливая была, забрал ее к себе. Весь день в клепке, не позавидуешь. Сотрудники не могут гулять с собаками долго. Нужна помощь волонтеров. Проспект трактора строителей 108 Г. Вот адрес пункта передержки. Также здесь всегда нужны корма, крупы и лекарства. Маленький-маленький кукушонок попал к нам по отлову, вылеченный, восстановленный и ожидает своего хозяина. Да. И так же хотелось, вот то, что мы как раз разговаривали и говорили о том, чтобы те люди, которые обладают временем, обладают какой-то информационной поддержкой, может оказать, взять собак на кураторство. Мы даже за то, чтобы не только сами люди, простые детки, а с деток начинают люди, а может быть предприятия, брали вольеры, брали одну-две собаки на кураторство, продвигали, рассказывали, приходили бы с ними прогуляться. Потому что у нас есть люди, которые приходят к нам даже в свое свободное время, обеденно, и берут на прогулку собак. А даже иногда люди устанавливают как бы для себя свои личные рекорды. Сегодня я прогуляла 10, на следующий раз я планирую 12. То есть хотелось бы, чтобы на самом деле люди понимали, что пункту передержки собакам нужна их помощь, начиная от информационной, физической и даже вот в таких прогулках. Потому что прогулки собаки могут получить только именно с людьми. Работу волонтерам организовали. Можно двигаться дальше. В Чебоксарах есть еще одно место, где очень много животных. Зо, уголок, ковчег. Здравствуйте, а вам не страшно находиться в вольере? Поначалу было страшно, когда я пришла сюда работать, но со временем они к себе привыкают. И ты уже знаешь их поведение. Сейчас птицы спокойные. Весной, когда у них сезон гнездования, они могут бросаться и быть агрессивными. Расскажите, а как в зоопарк попадают животные? Животные попадают в зоопарк по-разному. Допустим, вот эти хищные птицы, они все пострадали в разных ситуациях. Вот эту со сломанным крылом, это коршун, его сбила машина, и люди подобрали и принесли его. И, конечно, многих животных мы покупаем или обмениваемся с другими зоопарками. Это комбикорм для копытных, и мы идем кормить нашего оленя-красавчика. Берись у ведра. Вот таким способом мы кормим его по утрам. Еще мы даем ему сено с таким расчетом, чтобы сено хватило до утра следующего дня, потому что копытным обязательно нужно весь день что-то есть. А почему белая козочка боится нас? Ты просто, когда кормишь, ты на нее вот так идешь и тянешься. Она думает, что ты хочешь ее поймать. Тебе надо стоять на месте, и чтобы она к тебе уже подходила. А как зовут этих пеликанов? Пеликанов зовут пеликаны. Едят они полтора-два килограмма рыбы в день по настроению. Они рыбу это очень долго переваривают, поэтому на следующий день они могут отказаться от еды, потому что им надо время, так как они ее глотают не жуя. Да, зубы у них отсутствуют, но есть вот такой крючок на клюве, который им помогает ловить рыбу. Если по неосторожности слишком далеко руку засунуть, они могут случайно схватить вот так. Люди, которых мы встретили сегодня, настоящие супергерои. Они очень любят животных и хотят сделать мир вокруг лучше. Наша миссия на сегодня выполнена отлично. У агентов с двумя пятерками по-другому и быть не может. До встречи на улицах города! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова